Я уверен, что каждый из вас когда-то обращал внимание, что, может, вы где-то находитесь в центре города или в даунтауне, и есть такие здания, которые заброшены, никому не нужны, старые, стекла выбитые, может быть, и они стоят как-то, портят вид всему городу, но ничего невозможно сделать, пока хозяин этого дома не продаст это здание. Знаете, была такая одна ситуация, что такое подобное здание, уже завод, который никто не пользовался, его нужно было, хозяин решил продать. Он был в хорошем таком центре города, и пришел покупатель, но до того, как пришел покупатель, какие-то хулиганы пришли и разрушили, разбили все стекла, двери выломали, сделали большой беспорядок, все разрушили, обрисовали все. И вот этот продавец очень извинялся перед покупателем, говорит, ну, извините, мы не знали, что такое произошло, вот было несколько дней назад, мы обязательно восстановим стекла, двери поставим, я найму команду, и мы вынесем этот весь мусор оттуда, все будет очень красиво, поверьте, мы все это сделаем. А этот покупатель, он просто смеется сам себе и говорит, ты что, мне это здание совершенно не нужно, мне нужна эта земля здесь, ты мне дай вот подпись, что я возьму это здание и полностью его разрушу, что бы ты там ни делал, оно мне не нужно. У меня есть совсем другое видение на эту землю, я хочу сделать здесь такое мультифункциональное здание, где люди будут работать, где люди будут покупать какие-то ресторанки, маленькие красивые тротуарки, деревья посажу, цветы, люди будут здесь ходить, здесь жизнь появится в этом заброшенном месте. У меня уже есть это видение. Знаете, что-то подобное происходит и с нами, когда вот мы хотим что-то, наше старое, вот каменное сердце прийти к Господу и сказать, Господь, вот немножко надо только взять вот стекла восстановить, немножко прибрать, мусор вынести, и все будет хорошо. А у Господа есть совсем другое видение для нас, Он хочет сделать что-то совершенно новое. Господь хочет новое творение видеть в нас во Христе Иисусе. Только Господь не будет ничего делать, пока мы не дадим Ему права, скажем, Господи, вот я, делай то, что Ты хочешь во мне. Сегодня моя тема – новое творение во Христе. Мы будем читать из 2-го послания Коринфянам, 5-я глава. С 12-го по 21-е стихи. 2-ое Коринфянам, 5-12. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога, а если скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающей так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от именем Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо незнавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». На такой текст мы сегодня с вами обратим внимание. И как раз в центре этого отрывка, который мы прочитали, находится 17 стих. Который говорит, вот суть того, что апостол Павел в этих стихах говорит. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь». Новое творение в Иисусе Христе. Итак, братья и сестры, я хотел предложить нам четыре мысли в связи вот с этой темой. Новое творение, и как апостол Павел развивает свою мысль, начиная вот с первых стихах, которые мы прочитали. И к чему он приводит, к этому коммунициальному. 21 стих, вот это конец, финал, где сказано, что Господь искупил нас Своею жертвою, Он стал жертвой за наш грех. Итак, четыре мысли. Первое – это, что новое творение хвалится только Господом. Новое творение, оно хвалится только Господом, не какими-то достижениями. И вот в 12-13 стихе мы видим немножко, может, не сразу все понятно, что здесь происходит, но здесь апостол Павел как бы говорит, что есть те, которые хвалятся лицом, а есть те, которые хвалятся сердцем. У Павла не было чем хвалиться на лице. Он как бы был один из тех, который считал поношение за Христа как честь. И коринфиане это не понимали, как можно считать страдания, как что-то, чем похвалиться. Но апостол Павел хвалился именно своими страданиями, испытаниями, вот этими трудностями, с которыми он переживал. На эти коринфиане, они как бы считали, как бы унижали его апостольство в своем сердце, говоря, ну, если бы ты искренне был человек Божий, то Бог бы тебя от этого избавил. Но не так это было. Апостол Павел, наоборот, понимал, что это самая великая честь пострадать так, как страдал Христос. И вот этим он хвалился, не своим лицом. И знаете, апостол Павел не был на вид такой человек, который вот пойдет и покорит всю землю. У него не было вот на лице такого привлекающего. Он был сердцем, полностью преданный Господу, и этим он хвалился. Знаете, можно сделать огромную ошибку, когда мы судим человека только по лице. Иногда человек очень красиво выглядит, и все правильно, наряженный, одетый. Но нужно и смотреть и в сердце человека, потому что он может ошибить, может лукавить, и можно довериться, если только смотреть на лицо. Так же, как произошло и в жизни, даже Самуил, такой великий пророк, он мог, когда он посмотрел на лице вот этих братьев Давида, он сказал, вот он, следующий царь. Но Господь говорит, нет, надо смотреть на сердце. Вот в сердце Господь хочет, чтобы мы хвалились сердцем. То, что невидимое, мы отдавали Господу. И чем мы хвалились бы? Послание Галатам, 6 глава, 14 стих. Апостол Павел, подобную мысль говорит, чем мы хвалимся. И он здесь такие слова говорит. «Я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Немножко дальше он говорит, что нет ни обрезания, ни обрезания, но что новая тварь. Он опять связывает вот эти две мысли, что есть новое творение, и что мы должны хвалиться именно Господом, то, что Он для нас сделал. И вот какая-то здесь мысль такая звучит странная. Что он имеет в виду, апостол Павел, когда говорит, если мы выходим из себя? Почему он так вообще говорит? «Выходить из себя» — это такое, как бы, не совсем такое приличное выражение, которое говорит, что как бы человек, ты что, с ума сошел? Вот так вот, только это мягко говоря. Почему ты считаешь так, что ты можешь хвалиться трудностями? Никто из нормальных людей так не ведет себя, мы так не понимаем. Но апостол Павел говорит, что «я почитаю эту почесть страдать за Христа». И знаете, апостол Павел был в хорошей компании, потому что Иисус Христос тоже, ему тоже так говорили, что даже близкие его, мать и братья пришли, говорили, что ты вышел из себя, чему ты учишь? Мы не понимаем, почему ты так учишь. И апостол Павел тоже почитал это честью. Знаете, вопрос для нас сегодня, вот чем мы хвалимся? Апостол Павел хвалился крестом голговским, он хвалился сердцем, то, что не видно внешне. Но знаете, вот иногда мы хвалимся какими-то достижениями или деньгами, сколько мы зарабатываем внешним видом, или, может быть, своим родословием. Кто-то скажет, я уже пятое поколение, а кто-то говорит, нет, это мало, я уже десятое поколение баптист, верующий. Вот этим нечем, мы не можем этим хвалиться, это ничего от нас не зависит, потому что так Господь посчитал, но это не повод похвалиться. Мы должны хвалиться сердцем нашим, то, что мы знаем и разумеем Господа, Который умер за нас. Это вот первая мысль, новое творение хвалится только Господом. Вторая мысль, мы порассуждаем, это новое творение служит только любовью. Служит только любовью. Это 14 стих. Здесь такая мысль, ибо любовь Христова объемлит нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то и все умерли. Хотел обратить внимание на первую часть этого стиха. Ибо любовь Христова объемлит нас. Интересно это слово, которое, может быть, мы не так часто пользуем, объемлит. Мне самому как бы нужно было даже узнать, что это слово значит. Знаете, в русском словаре синоним этого слова это как бы обнимает, охватывает, включает, покрывает, захватывает, вмещает что-то, объемлит. Вот любовь Божия, она объемлит нас. Но знаете, в греческом, в оригинале, это слово еще имеет немножко другой оттенок, чем только мы видим в русском переводе. Оно как бы, одно значение, это как то, что оно ограждает нас, направляет нас к какой-то цели, но другое значение этого слова, то, что оно и мотивирует нас идти вперед, оно побуждает нас, побуждает нас идти вперед. По-английски это звучит так, the love of Christ compels us, compels us, побуждает нас идти и служить Господу. Знаете, когда я вот начал изучать этот стих, мне сразу на мысль пришла песня, которая очень нравится, она звучит так, может, вы ее знаете даже, «Ты объем лишь меня впереди, позади, полагаешь на мне руку, куда бы я ни шел, лик всегда твой со мной, не укройся от духа, взойду ли я на крылья зари, ты там, сойду ли в преисподнюю, ты там, возьмусь на крыльях зари, даже там, ведом тобой, любящей твоей рукою». Это взято, конечно, из Псалом 138, 5 стих, но вот это понятие «Ты объем лишь меня», значит, Господи, «Ты везде». Если я понимаю, что даже если я спущусь туда, где никто меня не видит, «Ты там, Господи». Такое понятие, оно должно нас мотивировать к любви, «Господи, Ты столько для меня сделал, как я могу не отдать себя, как я могу не служить Тебе взаимно, Господи». Знаете, вот есть такой, можно вопрос задать, что мотивирует нас к служению, любому служению, видимому или невидимому, когда мы где-то трудимся, может быть, как кто-то вчера вечером после свадьбы убирался, это может быть невидимое, но это тоже важный труд. Вот такое, что побуждает нас к этому, что мотивирует нас служить. Иногда это есть чувство вины, потому что кто-то скажет, «Ну вот смотрите, сколько людей, но никто не хочет, ну тогда, ну ладно, я тогда». Но вот это тоже неправильное побуждение, потому что оно несколько месяцев, несколько лет может продержаться, но потом ты просто выгоришь, и ты не сможешь до старости служить Господу, если ты делаешь это из чувства вины, или какой-то эгоизм проявляется иногда, вот я хочу показать себя, из этого я буду служить. Иногда вот чтобы люди меня приняли, и я таким образом пытаюсь войти в доверие с кем-то, и поэтому я служу. Это тоже неправильная мотивация. Правильно это когда, «Господи, вот твоя всеобъемлющая любовь, она побуждает меня, и я хочу отдать тебе, не потому что моя любовь к тебе такая высокая, или большая, а потому что ты меня любишь настолько, что ты отдал все для меня». Мы первое посмотрели, что новое творение, оно хвалится только Господом. Вот сейчас мы посмотрели, что новое творение, оно служит только любовью. Третья мысль, мы порассуждаем, что новое творение живет только по духу. Это с 15 стиха по 17. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Мы еще как бы празднуем этот праздник воскресения. Вот оно, как важно, что Христос не только умер, но и воскрес для нашего оправдания. И вот для кого мы должны жить. И вот оно должно побуждать нас жить не по плоти, а по духу. Знаете, вот здесь такое выражение, что Христос за всех умер, но это не говорит о том, что раз Христос за всех умер, что все получают спасение. Спасение для всех открыто, но Господь хочет, чтобы мы приняли это спасение. Господь через апостола Павла не учит какой-то универсализм, что все спасаются, мы должны довериться и принять это спасение. Апостол Павел в послании к римлянам, 8 глава, 9 стих, он также говорит подобные мысли. Вся эта глава, 8 говорит о разнице между жизнью по плоти и по духу. Но я только хотел прочитать 9 стих. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если дух Божий живет в вас, если же кто духа Христова не имеет, тот и не его». Он как бы подобные мысли здесь говорит о том, что если мы по плоти живем, мы не можем жить по духу, если дух Божий не живет в нас. Если Христос не сделал нас новым творением, а если Он сделал нас новым творением, тогда Господь и будет вести нас. Когда мы не живем по плоти, сознательно отказываемся, Господи, я не хочу это угождать плоти сегодня, я буду жить по духу, потому что это важнее. И вопрос для нас, для чего мы живем сегодня? Потому что здесь апостол Павел в 15 стихе спрашивает, говорит такое, что мы уже не живем для себя, уже не для себя живем, чтобы мы жили для Христа. Для кого мы живем? Для кого мы делаем все, что мы делаем? Если мы живем иногда для своих детей, это мы все вкладываем только для детей. Это тоже неправильная причина, чтобы жить, потому что мы, как родители, будем ошибаться. Мы должны перво жить для Господа, и Он тогда поможет нам, как быть хорошими родителями. Или кто-то живет только ради своего супруга, и все делает для своего мужа или жены. Это тоже неправильная причина, для чего мы должны жить. Мы должны жить для Господа, и тогда Он поможет нам, как быть хорошим мужем или женой. Кто-то живет полностью для работы, вдаётся для работы, чтобы достичь какой-то имидж, показать, сколько я зарабатываю, чтобы люди все это видели. Это тоже неправильная причина, потому что эти деньги могут очень быстро кончиться, а что тогда останется? И вот здесь апостол Павел также такую мысль говорит, что мы никого не знаем уже по плоти. Как он так может сказать? Вот мы не знаем по плоти, хотя он жил ещё несколько, он сколько-то лет ещё жил, после того, как он написал это послание. Он встречался во плоти, здоровался, обнимал, рассказывал, был во плоти, видел их. Но он имеет в виду не то, что они больше не видятся во плоти, он имеет в виду, что вот это плотское время, которое мы живём во плоти, временно, оно проходит, оно очень быстро пройдёт, а вечное, то, что мы живём по духу, это вечное. Знаете, вот в этой же пятой главе, если читать немножко раньше, то видно будет, что апостол Павел говорит про жизнь по плоти и по духу. Очень интересно, что первый стих этой же главы, он говорит, что мы все умрём и оставим эту хижину, эту палатку как бы оставим, и мы уйдём жить на небе. Он говорит, «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушена будет, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворённый, вечный». Когда человек умирает, он не перестаёт существовать, он просто оставляет эту плоть и уходит жить на небе. И апостол Павел как бы говорит, что во плоти это временное пребывание, нужно обращать внимание на вечное, то, что не отнимется от нас. И знаете, вот иногда кажется, ну, люди такой вопрос задают, «Ну, Господи, пошли, чтобы Иисус среди нас был, и мы хотим увидеть Иисуса по плоти, но увидеть Иисуса во плоти, это не поможет нам ничем, потому что когда Иисус был на земле, люди Его видели во плоти, они слышали Его учения, но прошло несколько дней, они потом кричали, «Распни Его, распни Его!» то есть во плоти это не помогло им увидеть, кто такой Христос, потому что мы тоже, мы должны смотреть на духовное, теперь мы уже не живём во плоти, потому что для нас важно знать Христа не по плоти, а по духу, потому что мы новое творение во Христе, потому что мы теперь духовное творение. Братья и сёстры, мы можем называться новым творением только тогда, когда мы находимся в этом состоянии во Христе. Вот здесь в 17 стихе сказано, «Итак, кто во Христе, тот новая тварь». Находимся ли мы во Христе, или мы находимся в себе, или находимся в религии какой-то, не значит находиться в церкви какой-то поместной, не в этом дело, а быть во Христе. Тогда мы можем быть новым творением, которое угодно Господу. Это важно вопрос спросить, как мы вообще можем в это состояние войти во Христа. Знаете, каждый из нас сегодня оделся, красиво нарядился, но мы приняли решение, как мы будем сегодня выглядеть. Мы что-то старое сняли и другое оделись. Мы сознательно одели то, в чем мы одеты сегодня. Знаете, вот так же и подобно, вот мы должны одеться во Христа, значит сознательно принять решение, сегодня я буду жить для тебя, Христос, а не для своей плоти. Буду жить по духу. И знаете, вот если мы во Христе, то люди иногда говорят, ну вот христиане – это просто прощенные грешники, и все, вот нету большой разницы. Вот Христос нас простил, а людей в мире Он не простил. Это не только так сказать. Нельзя сказать, что вот мы просто прощенные грешники, потому что апостол Павел здесь говорит, что мы не просто прощенные, но мы и новая тварь, новое творение, которое Господь хочет что-то сделать с нас. Мы должны отличаться от этого мира, мы должны выделяться. Братья и сестры, быть новым творением не значит, что мы становимся совершенно, как бы сразу совершенные людьми, но это значит, что мы прощенные, что мы, значит, изменяемся в образ Иисуса Христа. И когда вопрос такой, когда перестанет вот эта работа, Божье творение, что-то новое в нашей жизни, это только пройдет тогда, когда мы уже умрем, когда мы пристанем, как вот мы прочитали первый стих, что мы оставим эту хижину, эту временное пребывание, палатку, в которой мы живем и перейдем в вечность, тогда вот это закончится работа нового творения, которое Господь творит в нашей жизни. Итак, вот мы посмотрели на то, что новое творение, оно хвалится только Господом, новое творение, оно служит только любовью, а не какими-то другими мотивациями. Мы посмотрели, что новое творение, оно живет по духу, а не по плоти. И последняя мысль, мы будем молиться, это то, что новое творение, оно примиряется только Христом. И вот здесь с 18 стиха по 21 апостол Павел начинает немножко другую тему, это примирение. И знаете, вот он не говорит о примирении до того, как он начинает, он первое скажет, что мы новое творение, и потом только он начинает открывать эту важную-важную тему, о примирении, что мы когда-то были врагами с Богом, теперь мы находимся в мире с Богом. Знаете, братья и сестры, примирение начинается от Бога, а не от человека. И вот 18 стих, можете, если вы быстро прочитываете, можете пропустить вот эту важную первую часть этого стиха. «Все же от Бога». Братья и сестры, «Все же от Бога» начинается. Вот это действие примирения началось от Бога, не от того, что мы сильно хотели изменить наше состояние. Он прежде все сделал. Мы ничего не можем добавить к этому действию примирения. Он уже все сделал. Мы должны поверить, что Господь хочет нас применить. Знаете, вот интересная такая мысль, что Он является инициатором примирения, хотя Он ничего плохого нам не сделал. Знаете, бывает, когда два человека конфликтуют вместе, такое понятие, ну, кто первый начал, тот должен примириться, да, или кто больше всего навредил, надо постараться примирить эту ситуацию. Но Бог, Он примиряет нас, хотя Он ничего плохого нам не сделал. Он инициатор, потому что Он знал, что у человека нет другого выбора, нет другого пути, потому что мы не можем... Вот, например, если мы скажем, что вот здесь планка Божьей праведности, Господь не понизил праведность на наш уровень, сказав, вот вы теперь находитесь в праведности Божьей. Нет, планка так и осталась, и Он говорит, теперь ты должен подняться сюда, на уровень праведности Христовой. А кто-то скажет, ну, я не могу, Господи, как я могу подняться на этот уровень? Это самое правильное ответ на это переживание, что я не могу подняться на тот уровень, Господи, и тогда Господь говорит, но есть выход, есть путь, то, что Господь уже сделал для нас. Ты можешь подняться на этот уровень не сам, а через жертву Иисуса Христа. Потому что мы имели возможность только заплатить за наш долг, проводя вечность в аду. Это было единственное, что мы могли предложить. Но Господь нас вырывает из этого состояния и говорит, Иисус заплатил твой долг, теперь живи для Него, потому что ты новое творение, которое примирилось с жертвой Иисуса Христа. Знаете, так как Бог примирил нас с собой, Он теперь хочет, чтобы мы и были примирителями дальше. Он здесь говорит в следующем стихе, потому что, 19 стих, потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и нам дал слово примирение. И Он говорит, что мы тоже должны быть теми, которые примиряют, рассказывают людям о жертве Иисуса Христа. И знаете, здесь интересно сказано, что вот в 19 стихе сказано, что все начинается со слова, слова примирения. Должно звучать вот это слово, которое у нас есть перед собою. Оно не обязательно только должно звучать с кафедры, но человек должен слышать слово, может, в простых разговорах, слово Божие, которое откроет ему истину, что он нуждается в спасении. Знаете, 19 стих также говорит нам о том, что Бог не вменяет нам наши преступления. Какое-то великое благословение, что я не достоин ничего, Господи, и все, что я могу дать, это свой грех, и Он не вменяет нам, не смотрит на нас, как уже совершающий грех, Он смотрит на нас, как праведными во Христе Иисусе. Еще вот здесь в 20 стихе есть такая мысль, постол Павел говорит, что мы посланники, это как в английском звучит, ambassadors, кто-то посылает, царь посылает тебя, или государство посылает, чтобы ты представлял какое-то государство или интересы царя какого-то. Знаете, наш царь, он Христос. Мы говорили не так давно, что Христос, он когда въезжал в Иерусалим, он был царь, он показал, что он есть царь. И вот мы такому царю поклоняемся, и мы должны понимать, что мы посланники Христа, и мы должны говорить не то, что нам нравится, а то, что нравится Христу. Если люди, которые вокруг меня, не принимают эту весть, они не слушают, что я говорю, это не должно обижать меня, потому что люди не принимают мое слово, мы должны сказать, если у тебя есть не соглашающиеся с моим мнением, обратись к царю. Царь мне дал такое слово, потому что независимо, какое у меня мнение, что я думаю лично об этом, мы всегда должны думать, что Христос, что царь наш говорит по этому мнению, по этому поводу. Мы должны помнить, что посланник, он больше, чем просто вестник. Вот помните, как в Ветхом Завете часто было так, вы читаете про царей, что что-то случилось, и кто-то должен побежать и весть донести царю. Когда у Давида умер весолом, кто-то побежал, двое побежали, чтобы сказать, они не были посланники, они были только вестники, они прибежали, сказали факт, что случилось и все, их дело закончилось. Но у нас немножко больше. Мы не просто говорим факт, вот так случилось и все, но мы должны и убеждать, должны стремиться наладить отношения, чтобы мы можем помочь кому-то примириться. Вот это слово по-английски оно звучит pleading, как Господь, He pleads for us, pleads for us. Ибо вот 20 стих. Итак, мы посланники от имени Христова, как бы сам Бог увещевает через нас или, как бы сказано, умоляет через вас примиритесь с Богом. Примиритесь с Богом. Он нам так говорит, что мы посланники, и мы должны открывать эту истину и умолять. И вот этот стих 20, он как раз показывает сердце нашего любящего небесного Отца в том, что он не просто говорит, «Я все со своей стороны сделал, я послал сына своего, он умер, теперь вы как хотите, так и поступайте». Он не так действует. Он все равно до конца нашей жизни умоляет и упрашивает, и говорит, «Примите, потому что вас ждет страшное мучение, если вы откажетесь от этого призыва. Вы будете платить за свой грех сами в аду, если вы не доверитесь вот этой платы, которая произошла в 21 стихе». И вот здесь как раз 21 стих, он рассказывает нам, как это все произошло, как вот этот обмен произошел. Знаете, можно посвятить целую проповедь, только 21 стих. Мы очень коротко посмотрим на него и будем уже молиться, готовиться к вечере Господней. Здесь апостол Павел говорит, «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Какое это великое обетование. Знаете, вот здесь сказано «не знавший греха». Что это значит, что Христос не знал грех? Можно сказать, что Он не знал вообще, что такое грех? Нет, Он знал, что такое грех. Он никогда лично его не испытал, но Он знал грех, Он знал, какие есть страшные последствия от греха, Он знал, что такое искушение, но хотя Он никогда не поддался в него. Бог знал, что такое грех, но Он никогда сам не участвовал в грехе, в нем не было никакого греха. И вот наш перевод добавляет вот это выражение, что Господь стал жертвой за грех. Но знаете, в оригинале и в английских переводах нет вот этого понятного «жертва за грех». Современные переводы так и переводят этот стих. Того, кто не знал греха, Он сделал грехом, чтобы через Христа мы могли быть объявлены праведными перед Богом. Он стал не грешником, а стал грехом за нас. Вот эта жертва за грех, это значит, что Он взял грех всего мира на себя. Какое-то великое обетование, что мы получаем праведность Божию. Дорогие братья и сестры, знаете, что даже вот Адам, который жил до того, как он впал в грехопадение, Адам не имел вот эту праведность Божию, как вот мы можем иметь сейчас. Он имел праведность совершенного человека. Он тогда еще не согрешил, но у него не было праведности Божией, потому что Христос эту праведность нам дает. И то, что Христос предлагает нам во Христе в своей жертве, это даже больше, чем то, что Адам когда-то мог иметь в своей жизни, когда он еще перед тем, как он согрешил. И вот сейчас мы имеем возможность помолиться Господу. Мы сможем вспомнить то, что Господь нам сегодня учил вот в этой теме. Что значит, что мы новое творение во Христе Иисусе. Дорогие мои братья и сестры, давайте сюда вспомнить, чем мы хвалимся. Мы должны хвалиться, что мы уразумеем и знаем Господа, не то, что временное какое-то плотское наслаждение, или что мы должны служить людям от чистой любовью. Мы должны понимать, что Господь, мы должны жить по духу, а не по плоти. Мы должны ценить вот этот акт примирения, что Господь нас, грешных, примирил с собой, чтобы мы теперь могли с дерзновением приходить к престолу благодати. И когда мы будем приступать к вечери, мы тоже сможем сказать, Господи, это не потому, что я такой хороший, а то, что Ты сделал для меня. Слава нашему Иисусу Христу во веки. Аминь. Помолимся. Слава нашему Иисусу Христу.